К другим темам. Аномально жаркое лето трехлетней давности стало поворотным моментом для противопожарных служб у нашего региона. С того времени их техническое оснащение перешло на новый уровень. Ежегодно и в больших объемах стало закупаться все необходимое оборудование. Как сегодня лесные огнеборцы готовятся к новому пожароопасному сезону, расскажет Роман Четверяков. Борьбе с огнем в лесах области Сергей Братухин отдал без малого 40 лет. Сегодняшнее построение для него не стало экстренным вызовом. Вместе с коллегами сотруднику лесоохраны предстояло познакомиться с новой техникой, поступившей в пожарно-химическую станцию поселка Гирсово. Уазики, Уралы, тракторы с мотопомпами, бульдозеры. Вот те мощные подручные средства, которыми сегодня все чаще оснащаются бригады лесных пожарных. Раньше, конечно, сложнее техники не было. В основном все лопата, орлово, взрывчатка. Сейчас техника, но техника не везде подойдет. А вот это отряд особого назначения. К предстоящему выполнению трудных заданий он обычно приступает готовиться еще до прихода летней поры. Десантирование, возможные очаги возгорания парашютистами неоднократно отрабатываются на тренировках. Проверка их готовности поставлена основательным. Кура на плечи 27 мужчин лежит ответственность за сохранность всех лесных массивов области. И в том случае, если они окажутся бессильны перед натиском огня, экстренный СОС ими будет послан ближайшим наземным службам. Естественно, мы больше летаем на самолете по северу области, а не по югу. Потому что по северу мы сами знаем, что сеть дорог у нас менее развита, чем на юге. Если на юге пожары обнаружили и техникой пригнать, то на север в первую очередь парашютисты прыгают. Лето 2010-го до сих пор еще в памяти пожарных. Тогда в общей сложности по области выгорело более 5000 гектаров леса. Два последующих года уже не были такими масштабными по урону. Сказывалась благоприятная погода и солидное вложение в переоснащение ПХС по программе сотрудничества между правительством и Рослесхозом. Его подразделения в нашем регионе благодаря соглашению смогли обновить свой автопарк почти на 200 миллионов рублей. Тот ущерб, который предотвращается действиями пожарных наших парашютистов-спасателей, нашими пожарно-химическими станциями, он там кратно выше. То есть, безусловно, это те деньги, которые нам позволяют сберегать одно из основных богатств Кировской области – это лес. Постепенно меняется и сам подход к организации противопожарной лесной службы. К трем действующим комплексным станциям нынче добавятся еще две – Советский и Зуевки. Часть поступившей техники в скором времени отправится именно туда. У нас зона обслуживания будет Зуевский район, Фоленский район, Унинский район, Бугородский район. То есть, это официальная зона обслуживания нашим ПХС Зуевским. А также, в случае возникновения каких-то крупных ячегов пожаров, то есть, будут привлекать там соседние районы, даже, может, соседние области. Загадывать, каким будет предстоящий пожароопасный период, никто не берется. Но, со слов самих огнеборцев, они всегда готовятся к худшему сценарию. Надеюсь, правда, на то, что он будет похож на прошлогодний, когда за время работы им пришлось тушить всего 21 возгорания. Роман Четверяков, Игорь Охотников, Вести Кировская область.